Добрый день! Сегодня мы поднимем тему, как получить доступ в Ощадбанк 24x7 через банкомат или терминал. Точнее, как получить логин и пароль в систему Ощадбанк 24x7 через банкомат или терминал, или же получить одноразовые пароли для входа в систему. К сожалению, Ощадбанк мало предоставляет информации по данному вопросу, и поэтому мы собрали всю информацию в единое видео и сейчас покажем вам. Перед началом обзора прошу вас подписаться на наш канал, нажав на красную кнопку подписаться, и затем закрашенный колокольчик, также поставить лайк под этим видео. Если у вас будут вопросы к этой теме, то пишите в комментариях. Мы постараемся как можно быстрее на них ответить. Итак, зачем и кому получать доступ к Ощадбанке 24x7 через банкомат или терминал? Вы скажете, что зачем это все делать, если можно сейчас на сайте Ощадбанка через интернет-банкинг Ощадбанке 24 зарегистрироваться в веб-банке и не нужно идти в какой банкомат. Да, действительно это так, но есть довольно большая доля клиентов Ощадбанка, которые по многим причинам не могут просто вот так онлайн зарегистрироваться, как мы владельцы обыкновенных карт. Кстати, в онлайне можно зарегистрироваться только имея на руках карту визу или мастер-карту от Ощадбанка. Далее подробно я сейчас вам все расскажу. Итак, клиентам Ощадбанка, у которых карты без CVV-кода. Да, действительно Ощадбанк выпускает такие карты, у которых нет CVV-кода. Такая доля клиентов небольшая, но они есть. Поэтому данный способ получения доступа к Ощадбанке 24x7 подойдет вот такой категории клиентов. Далее клиенты, у которых карты пенсионного удостоверения от Ощадбанка. Получилось так, что Ощадбанк выпускает пенсионные удостоверения для пенсионеров. То есть те карты, которые являются одновременно и картой для выплаты пенсии, и одновременно пенсионным удостоверением гражданина, пенсионера Украины. Как бы это все классно, что они скомбинировали 2-2 выгоды в карте. Но единственный минус это то, что карта платежной системы Простер. Простер это украинская платежная система, и у них нет CVV-кода. Если бы это была карта MasterCard или Visa, то CVV-код был бы. И можно было бы зарегистрироваться в Ощадбанке 24 на 7, просто зайдя на сайте веб-банкинг, там вписав свой телефон, номер карты и зарегистрироваться. Но, к сожалению, вот этой категории клиентов с пенсионными удостоверениями нельзя зарегистрироваться стандартным методом. Только через банкомат или терминал. Ну и третья категория, это клиенты, у которых нет мобильных телефонов. Опять же, таких клиентов немного, но они присутствуют в Ощадбанке. И данный способ получения доступа в Ощадбанке также подойдет этим категориям клиентов. Какие же существуют способы получения логина и пароля в Ощадбанке 24 на 7? Есть два способа. Это получить в банкомате или терминале Ощадбанка. По шаговости получения, что в терминале, что в банкомате, одинаковая. Далее я буду вам показывать видео, как пошагово получить логин, пароль и одноразовые пароли в Ощадбанке 24. Ну и помимо того, что получить можно в банкомате Ощадбанка, вы можете получить логин и пароль в Ощадбанк, а можете также дополнительно получить одноразовые пароли. Вот здесь клиенты путаются. И поэтому я вам сейчас расскажу более подробно. Логин и пароль – это тот логин и пароль, который вы вводите при входе. А одноразовые пароли – это те пароли, которые вам бы приходили смс-кой на телефон. Если вы получаете только логин и пароль, то вы соглашаетесь с тем, что вам будут приходить смс-ки на ваш телефон. То есть сопровождение каждого входа в Ощадбанк 24 сопровождается смс-кой, в которой указаны 4 цифры подтверждения входа в Ощадбанк 24. Но если у вас, например, вы не хотите, что вам приходили смс-ки, вы можете получить дополнительно одноразовые пароли вместо смс-ок. То есть вам просто напечатается бумажечка, и там будет 10 одноразовых паролей, которые дадут вам 10 раз войти в систему Ощадбанк 24, не задействуя при этом мобильный телефон. Итак, далее я вам покажу инструкцию, как в банкомате или терминале зарегистрироваться Ощадбанк 24, точнее получить логин и пароль и дополнительные одноразовые пароли. Это видео я снимал сам, с камеры телефона, стоя возле банкомата терминала или банкомата Ощадбанка. Итак, вот мы вставили карту в банкомат или терминал и ввели пин-код. И нажимаем кнопку «Продолжить». Далее у нас появляется вот такое меню, где нам нужно нажать в правом нижнем углу Ощадбанк 24 на 7. Далее, как вы видите, появляется дополнительное меню, где есть регистрация Ощадбанка 24 на 7 и список одноразовых паролей. Давайте посмотрим далее. Далее прокомментирую. Я нажимаю «Регистрация Ощадбанка 24 на 7». Как вы видите, терминал мне напечатал логин и пароль для входа в систему Ощадбанка 24 на 7. В данный момент вы можете развернуться и уйти. Не забудьте, кстати, забрать карточку. И придя домой, вы сможете по этому логину и паролю зайти в Ощадбанк 24 на 7. Вам придет смс-ка с кодом подтверждения входа. Вы введете код с этой смс-ки и зайдете в свой личный кабинет Ощадбанк 24 на 7. Если по каким-то причинам вы не хотите, чтобы вам приходила смс-ка, или у вас нет телефона, или еще что-либо, или вы телефон потеряли, то вам нужно дополнительно получить одноразовые пароли, помимо вот этих логина и пароля. Как это сделать, смотрите на видео. Мы далее также делаем, вводим пин-код в банкомат или терминале. Нажимаем продолжить, затем Ощадбанк 24 на 7. И сейчас мы нажимаем не регистрация Ощадбанк 24 на 7, а список одноразовых паролей. Как вы видите, терминал мне напечатал одноразовые пароли. Если вы увидите здесь на видео, их 10 штук. И теперь система запомнила, что я хочу, чтобы мне не приходили смс-ки. А при входе по логину и паролю, которые распечатаны на квитанции, меня система попросила ввести одноразовый пароль. Вы можете вписать любой одноразовый пароль, но его можно писать только один раз. Один раз, когда вы его впишите, он уже будет использован. Его можно вычеркнуть из списка. В окончании данного видео хочу попросить еще раз подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео. И если у вас будут вопросы, пишите, будем отвечать в комментариях. Всего хорошего.